добрый день друзья я решил назвать сегодняшний ролик израиль страна ловушка страна лохотрон а вот и поговорить на эту тему вы знаете ну как бы израиль это вот такая система до состоящие из двух этапов обманом заманить и второе как говорится удержать вот очень многие называют израиль трудовой лагерь это действительно так то есть у израиля мощнейшая пропагандистская машина которая совершенствовалась десятилетиями да вот она включает и мощнейшую фабрику троллей в интернете очень много и писал и говорил на эту тему а вот здесь сейчас не буду повторяться вот на машина это действительно мощнейшая да и она в общем то мне человеку который жил в советском союзе да и в путинской рашки очень напоминает пропагандистскую машину и совка и путинской рашки вот ну собственно говоря израиль недаром называют клоном совка и клоном путинской рашки действительно очень похожи эти две страны а вот неспроста основатель израиля бен-гури он восхищался лениным называл себя открыто большевиком а вот в общем то как говорится на большевистских принципах израиль строился и выходцами из российской империи а вот опять же много говорил описал на эту тему да но как говорится не буду здесь повторяться да и так давайте остановимся на первом этапе значит заманить обманом в израиль да а вот ну начиная от предприятия которое предпринял кедми дым в котором можете почитать его интервью как мы заманили обманом как мы обманули миллион русских да и какая-то была операция да где сам кедми признает что если бы они не провели этого этой операции насильственного захвата людей да то в израиль приехал бы тогда это было 90 90-х годов до приехал бы не миллион человека несколько сот идеалистов вот потому что никому израиль особо не нужен вот и как бы значит вот эта пропагандистская машина да и удалось очень удачно выдать израиль за страну под стать сша и европе вот огромное количество либералов там в той же россии да и вообще люди по всему миру в эту в это поверили да то есть я просто знаю меня свободный английский французский общаюсь с людьми там в европе в штатах действительно многие думают что израиль эта страна под стать европе и америке ничего подобного это типичная страна третьего мира это такое знаете ну страна своего региона ближний восток страна стоящая на втором месте по данным new news news and world report а вот на втором месте по религиозности после саудовской аравии и даже опережающая иран вот то есть эта страна ну типичная страна третьего мира типичная страна ближнего востока она абсолютно не под стать не сша не европе она под стать там другим своим странам этого региона там и ордания я не знаю архитектура очень там похоже на архитектуру республик советской средней азии вот уровень жизни тоже он нивелируется просто здесь сумасшедшие цены на все уровень жизни здесь реальный у людей очень низкий потому что после того как они все отдадут за квартиру а вот у них практически ничего не остается да они там ничего себе позволить не могут пашут тут огромное количество страны по 12 часов последние в неделю про чтобы выжить то есть не для того чтобы разбогатеть а просто чтобы как говорится ли умереть от голода вот такая чудная страна вот теперь я хочу коснуться второго этапа знаете когда человек попадает в израиль дату ему начинают вешать на уши типа надо потерпеть а там все наладится трали вали но это действительно логично это везде тогда . когда ты попадаешь на новое место да действительно ты хочешь ждать там вернее нужно ждать да пока все наладится а вот но поверьте мне как говорится вы точно также можете приехать сомали там или куда-нибудь в туркмению ждать что у вас там все наладится потому что ну как бы вот такого же уровня страна вот когда до людей это доходит значит нужно их удержать потому что из израиля из девяти миллионной страны уехала где-то по данным еврейских организаций только миллион порядка значит в сша вот и по данным многих экспертов порядка миллиона еще уехала там в европу в канаду и так далее да то есть теперь людей надо удержать вот израильская пропаганда она наглейшим образом врет что израиль никого не держит типа не нравится чемодан вокзал вали отсюда типа валя отсюда с удовольствием бы вот я лично свалил да но у меня например закрыт выезд за границу вот это израиль делает сплошь да рядом здесь тысячи просто сотни тысяч истории когда людям из пары шекелей долго да там накручивают сотни сотни шекелей долго закрывают фейст и так далее а вот это как бы один из способов удержания людей в стране другое израиль все время своего существования тратил неимоверные дипломатические усилия на то чтобы в нормальных странах израильтянам остаться было очень сложно а вот по данным статистики где-то у 85 процентов жителей в израиле да у них денег или нет они живут в долг или сбережения хватит лучшем случае на месяц вот теперь представьте человек хочет уехать из израиля да он куда-то уехал ему надо где-то жить где-то работать вот с израильским гражданством как бы израиль сделал все возможное чтобы в нормальных странах там попросить убежище было невозможно остаться на каких-то других основаниях было невозможно вот найти работу было невозможно и так далее то есть человек упирается в то что вот он допустим если у него даже выезд открыт да он уехал в какую-то нормальную страну хочет там остаться он просто этого не может сделать что израиль сделал все возможное да там заключил кучу соглашения да а вот чтобы из него выбраться было но очень сложно вот это реально так это могут подтвердить огромное количество людей которые пытался это сделать да действительно выбраться из израиля как говорится все барьеры которые израиль мог до плане там дипломатических договоренностей там с европой с сша с канадой он поставил вот и опять же нельзя забывать такой барьер как нищеты то есть в израиле все рассчитано да как я уже сказал 85 процентов населения до которые здесь пашут просто как рабы по 12 часов в день по 6 дней в неделю до у них никаких денег не остается то есть они все отдают за ужасную съемную квартиру там я не знаю дыру просто по и наяврите квартира дыра очень очень точное название на самом деле здесь квартира это просто дыры жутки хуже совковый хрущок там я не знаю в каком нибудь трепедище ужасное а вот и стоит они безумных денег потому что экономика монопольная экстрактивная конкуренции в ней нету да и как говорится тут цена какие назначат как в совке такие будут а вот поэтому как говорится заманивают в израиль обманом да а вот выдавая израиль абсолютно не за ту страну которая она является на самом деле да и выбраться из нее невероятно сложно то есть вот этот наглейший пиздеж типа израиль никого не держит там вали отсюда да но вообще вся израильская пропаганда собственно говоря как и совковая как и путинская как и геббельсовская до построена просто на тупом повторении огромного огромным количеством пропагандонов людей какого-то количества манта да там манта но два десятка манта буквально а вот они это повторяют постоянно это работает то есть когда ложь повторяют кучу людей да и в нее начинают верить это заметил еще французский значит дипломат толеран вот вернее не ты не толерана что-то бриан пардон оговорился вот друзья так что такая израиль страна страна третьего мира в которую заманивают обманом выдавая не за страну третьего мира который она является на самом деле а за страну под стать сша и европе да вот когда люди обнаруживают что это не так то здесь разработан целый комплекс мер наступание из этого трудового лагеря не могли выбраться вот друзья на такую тему решил сегодня поговорить желаю всем хорошего дня удачи и как говорится до новых встреч